ну народ всем привет с вами снова я вторая речка там автовокзал и короче многострадальные ларечки он же рыночек вьетнамско-китайские которые вроде бы как хотели снести но не известно снесли или нет нахожусь здесь один из подписчиков захотел увидеть подробнее я обещал вот он сделал заказ здесь еще ходят троллейбусы желтенький вот я приехал сюда опять в поисках одного человека не могу найти потерялись контакты ну и заодно как раз поснимаю заказе то вот у нас дружба сейчас ну что здесь есть по вывескам сам берет дорадо азбука мебели фанды тут же киев сишка там идут развалы тоже какие-то полу торговые центры там все есть вообще ну там каваак а вот это торговый центр березка очень старый здесь кори есть вкусная . dns аптека золотая русь очень много короче здесь всего на самом деле но он такой серый посредственный торговый центр как бы кто хочет пожалуйста на другой стороне вот за этой красной хренью за этой будкой короче там солнышко очень развита инфраструктура района на самом деле второй речке постоянно переполненными как я вам говорил здесь всегда пробки ну может если не всегда то по большей части толпы людей школьники студенты гуляют раскусная . тут сбербанк антенна билдинг банк лао банн кухня здесь не знаю кто был не был один мой знакомый оставил здесь лишнюю сумму денег когда решил поесть морепродуктов горит что-то около десятки ну я настолько не ем поэтому мне это не грозит вот опять карри кто знает про карри ничего объяснять не надо по качеству наверное это лучше хуже китайской ну как минимум на 60 процентов раньше здесь очень часто я бывал на второй речке сейчас конечно не так часто вот развал это наверное уже с рынка на спортивной кто переехал здесь такой же большой иностранный колорит также вот торговцы китайских товаров не факт что это китайцы даже скорее всего вьетнамцы чисто такой как черный рынок вся улица очень интересно тут же пожалуйста вон приморский краевой колледж искусств ну заходить не будем мне интересно пожалуйста вот пожалуйста вам рынок в действии только на второй речке ломбард вот побочек современные моды так как не надо одеваться тут же микрозаймы тут же европейский торговый центр только здесь на маленький райончик насчитывается 2 винлаба 3 даже винлаба солнышко дела прочие магазин здесь кстати развальчик развальчик такой можно глянуть тут кстати магазин спорт это со спортивной наверно он все таки этот магазин я заходил не очень там хорошая одежда обувь классная чулки носки женская одежда все для охоты но там если пройти дальше в те проулки будут торговые центры то же самое очень много также закрытых магазин сисик-писик так что как-то так тоже тротуары не убраны непонятно в каком состоянии под ногами каша песок я уже бывал здесь на этой улице показывал вам только вот оттуда я шел с больнички когда у меня заболел глазик кому интересно можете найти этот материал здесь универсам им видео северина чудо-дей короче все такие доча маркет есть спортив магазин спортивного питания тоже такой очень серенький торговый центр парковочные места как бы есть но их как бы и нет все что хотел сказать еще спортивный в русской помега хэнд вообще не понимаю кто одевает сейчас такую поношенную одежду спиндосе и и вроде как привозят продают непонятно так опи в дойке ничего можно кстати там перекусить ну так на любителя кухни разнообразные у них хороший выбор бить европейский просто стеклянные окна вот он гранд торговый центр на второй речке так что было два гранда сейчас остался один тоже такой себе непонятный торговый центр расположен как-то непонятно все в нем непонятно на самом деле 10 раз вот парковочные места тут тоже развязка постоянные утрешние пробки за последние три дня здесь пробки были по 9 баллов все бордовая стояла я не мог доехать и когда сюда особенно утром ну и тут такой скверик мы топаем на остановку едем в сторону центра чем в принципе еще примечателен но там стоит вертолет отсюда его конечно будет не видно что он закрыт деревьями стендами так кому интересно многие едут чтобы не заезжать на автовокзал если из других городов говорят остановите на вертолете там находится вот такой скверик здесь по кругу стоят лавочки на всех стенде как там вы не на стенде как непонятно что здесь качельки прилеплены сколько раз и не проезжал здесь народ постоянно прибухивают ну и это неудивительно ну вот как я говорил пробка 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 еще раз пробка это вот этот торговый центр типа грант но он очень неудобно как-то сделан очень непонятно ходить то можно заблудиться то есть все как-то не ровно сделано в нем ну хотя товара там в принципе тоже предостаточно ну вот он японский автопром ну и пожалуйста вот ситуация то есть были убраны тротуары прошла техника ночью и тротуары опять не убраны привет главе города сегодня кстати солнышко облачка на небе ну а так в принципе пойдет вот он я вам показал часть райончика вторая речка самый такой центровой так что кто будет приезжать на автобусах во владивосток проходите посмотрите по товару что есть если что-то интересует оформляйте заказик я вам достану прям конкретных поставщиков если они у меня в досягаемости есть ну как-то так так конечно вот ситуация тротуары ходим месим грязь ну ладно народ не буду больше задерживать ваше внимание всем привет привет